Андрей Аркадьевич Климов Конференции Азиатских Политических Партий Член Союза Писателей России За высокие достижения в профессиональной деятельности Награжден Орденом Почета, Орденом Дружбы И Медалью за Трудовую Доблесть Добрый день, Андрей Аркадьевич Здравствуйте В одном из своих интервью вы говорили о том, что Сказывается на сотрудничестве географическая удаленность наших стран То есть если сравнивать, допустим, с тем же Евросоюзом У них границы рядышком, страны рядышком Им проще общаться между собой У нас это действительно проблема? Дело, конечно, не только в бытовом общении Помимо необходимости разговаривать Есть еще необходимость поддерживать Разного рода инфраструктурные истории Допустим, если в отношении России и Китая все понятно У нас 4,5 тысячи километров общей границы Там всегда можно найти места Где можно и производственные мощности состыковать И инфраструктурные объекты, в том числе линейно протяженные поставить То сделать то же самое с Индией уже чуть сложнее Хотя у Индии и Китая есть совместные границы А вот что касается Бразилии и ЮАР Здесь совершенно очевидно, что главная надежда это на судоходство А там не все так просто И, конечно, есть еще и фактор нахождения в разных часовых поясах Которые, в общем, в случае Индии, Китая и России не столь существенны Но вот в случае Бразилии это уже действительно фактор реальный Как вы оцениваете торгово-экономические связи между странами БРИКС Насколько глубокие отношения между ними Насколько глубокая кооперация между ними И можем ли назвать эту кооперацию глубокой Конечно, сегодня называть эту кооперацию глубокой Было бы не очень правильно Я скажу так, она не очень равномерная Если, опять-таки, в ситуации с Китаем За счет просто географической близости друг к другу У нас есть определенные здесь достижения И в будущем мы рассчитываем там и на скоростные поезда И на очень протяженные и очень мощные трубопроводы То в случае с Индией это скорее задача на завтра и послезавтра Хотя такие задачи уже ставятся А в случае, допустим, с Бразилией и ЮАР Это для нас, для России Это только очень-очень самое начало пути Только самые-самые первые шаги У нас не было наработано долгих связей Которые бы имели такой многосекторальный, масштабный характер И измерялись бы многими-многими миллиардами долларов Вот у нас сейчас товарооборот идет с Китаем Он все-таки в этих порядках цифр Кстати, я вот не случайно задумался перед словом долларов Потому что, конечно, хотелось бы, чтобы мы все-таки Строя свои экономические отношения Базировались прежде всего на наших национальных валютах И это одна из задач, которую мы должны решать в интересах друг друга Чтобы избежать зависимости от иностранных расчетных центров Которые не входят в эту систему BRICS И чтобы стабилизировать наши экономики Вне зависимости от колебаний курсов валют третьих стран Ну и, конечно, внутри самого вот этого Самой этой системы, самой этой группы Там очень разные степени кооперированных связей Допустим, товарооборот той же Бразилии с Китаем Он значительно выше и более многообразен, чем с Россией Взаимоотношения, допустим, Индии и ЮАР Гораздо более многообразны и масштабны, чем наши взаимоотношения И с Индией, и с ЮАР И таких примеров много Но вот если мы поработаем чуть подольше друг с другом Я думаю, эти перекосы и дисбалансы будут исчезать Появление банка BRICS Насколько сможет он обезопасить И повлиять на экономическую, ну и даже политическую независимость от доллара? Ставили задачу создать новый банк развития BRICS Не для того, чтобы у тебя доллара А для того, чтобы пока на уровне мирового банка И целого ряда других подобных банков Все-таки господствует точка зрения Вашингтона И очень трудно строить долгосрочную инвестиционную политику Это вот в условиях нового банка развития BRICS Который, кстати сказать, открыт не только для членов BRICS Но и для других стран И который может финансировать работу не только внутри BRICS Но и для других стран То в этом отношении мы все-таки сами здесь составляем правила И сами следим за их исполнением Здесь нет вот этих третьих стран И здесь нет какого-то заокеанского начальника Это очень помогает в работе Потом у нас вот этот фонд резервных валют Который стабилизирует нас В случае, ну, никаких неблагоприятных обстоятельств Для каждой из отдельных валют Мы его создали Он, слава богу, пока серьезно никому не пригодился Но если вдруг что-то станет Фактором дестабилизации одной из валют То вот за счет этих резервных финансовых фондов Можно было бы помочь, не обращаясь, допустим К известным, так сказать, там структурам глобального характера Где тоже доминирует точка зрения Вашингтона А вот относительно, ну, уход от доллара Это не очень точная задача И такой задачи, наверное, никто специально не ставит Но уход от доллара У доминирования во взаимных расчетах Это важная цель Причем не только мы об этом думаем Об этом думают и в Европейском Союзе Говорят, достаточно открыто на эту счет И здесь, на самом деле Один из факторов Не столько в политике кроется Сколько в экономике Потому что чем больше у Вас товарооборот двухсторонний Или многосторонний внутри этой системы Тем идеи эти быстрее воплощаются в жизнь Они становятся экономически целесообразными Скажите, а вот финансирование вот из этого банка Каких-то проектов уже происходит? Или это вот... Нет, происходит, банк работает Хотя бы из примеров можете... У нас в стране, допустим, несколько объектов Их не так много, но они есть И финансирование этих объектов Ведется по таким схемам, удобным для России И это расчеты в миллионах идут, конечно Если говорить о том, во многих миллионах Ну, например, на северо-западе нашей страны Финансируется проект, связанный с зелеными технологиями, допустим И не всегда, кстати, обязательно финансировать проект в нашей стране Иногда можно профинансировать какой-то инфраструктурный объект Который потом будет помогать нашей внешней торговле Это тоже делается Но, опять-таки, это все-таки банк развития БРИКС Это же не Дед Мороз с мешком подарков Это не благотворительная организация, это коммерческий банк Это международный банк Но все-таки в основе его стоят совершенно конкретные коммерческие цели Помимо общих задач сплачивать, объединять, интегрировать, развивать, помогать Все-таки в нем немаловажная позиция Это все его вложения должны быть окупаемы И банк в конечном счете не может выполнять роль какого-то фонда гуманитарной помощи Безвозмездной тем более Для кого бы то ни было А если кто-то, допустим, извне, я не имею в виду сейчас страны БРИКС Обратиться в банк за помощью То есть, в принципе, кредитовать можно? Во-первых, банк этот, как и любой другой крупный банк международный Он может вести операции, где посчитает нужным в рамках своей программы развития И с кем посчитает нужным А во-вторых, устав банка позволяет войти в его состав представителям других государств Скажите, а можно сегодня назвать какие-то крупные масштабные проекты Ну, взаимовыгодные масштабные проекты стран БРИКС Или все-таки наши страны, они до сих пор на мировой арене выглядят как конкурент Ну, видите, конкуренцию никто не отменял И она есть внутри Европейского Союза, замечу Гораздо более важно на сегодня, например, что сделать Вот каждая из наших стран выпускает товары и оказывает услуги Главным образом ориентируясь на свои собственные стандарты В Европейском Союзе там все ориентируются на одни общие стандарты И поэтому у них, что называется, одно с другим сходится все время У нас, к сожалению, очень много нестыковок Расшить это непросто Это не только бюрократическая работа, но это еще научно-исследовательская работа Это еще очень серьезный минопыт Образование, программы обучения, взаимное признание дипломов Это вы знаете, мы сейчас говорим в масштабах БРИКС А тут в масштабах России и Беларуси, союзного государства, эти проблемы очень-очень больно Это не означает, что мы не можем начать договариваться в масштабах БРИКС А если вот мы не решим вопросы, о которых я только что сказал сейчас Если мы не решим вопросы, допустим, правильного оформления Или там взаимоприемлемого оформления тех же таможенных документов Как же развивать эту самую торговлю, если вдруг будут какие-то тут непонимания Или в разных стандартах все это будет вестись Это все нужно делать Причем, смотрите, я ведь освоение космоса Оборонный комплекс У нас многие страны, о которых я сказал, являются покупателями нашей оборонной продукции Но для этого определенные стандарты должны быть тоже близкие или одинаковые После каждого саммита БРИКС подписывается стопка документов Там вот эта некая декларация, под ней документы, документы, документы Вот они вот такой толщины каждой И там каждая строчка, это конкретика, просто каждая строчка Фармацевтика, там, ну вот просто, там прям по сферам они идут Здравоохранение, образование, промышленность Вот это вот виртуальное пространство, то, что называется цифровизация Ведь не случайно то, что мы делаем, сегодня очень многих пугает Почему? Потому что сначала они думали, что это закончится все на уровне лозунгов А когда вы увидели, что идет вот такая конкретика Не общего бумажного змея запускаем куда-то, да? Всем назло А идет решение очень таких точечных, адресных, прикладных вопросов Но которых очень много и которые друг друга взаимодополняют И что получилось в итоге? В итоге получилось, я вам скажу, интересное Если вы суммируете ВВП-семерки и ВВП-БРИКС То окажется, что это сопоставимая величина Причем при некоторых расчетах получается, что у нас больше Это вот реальность Пугает извне или у нас тоже внутри? Внутри страны, конечно, разные у нас есть люди Есть некоторые люди, которых пугает то, что мы не дружим с Америкой Вот И, ну, дружить, наверное, со всеми хорошо Но вот в нынешних условиях я бы все-таки подумал, да? Стоит ли так распростертое объятие свои распространять на Соединенные Штаты Которые нас в своих законах называют противником А вот на фоне такого активного уже взаимодействия глав государств БРИКС Вот как складываются взаимодействия парламентариев наших стран? У нас есть и межпарламентский диалог уже есть Он начался тоже не сегодня Несколько лет мы уже экспериментируем У нас были встречи парламентариев в тех странах, которые председательствовали в рамках БРИКС Такого рода встреча была в Москве Мы также встречаемся на площадке межпарламентского союза, где представлены все наши парламенты И регулярно это происходит Вот не так давно мы такого рода встречу провели в Женеве Где договорились подписать совместный протокол О межпарламентском взаимодействии он будет подписан возможно уже весной этого года И я активно работаю в этом процессе Поскольку являюсь председателем подкомитета Как раз по сотрудничеству со странами БРИКС в Совете Федерации Это, кстати, единственный такой подкомитет из всех стран БРИКС Где мы профессионально занимаемся этой темой Ну и, естественно, идет достаточно активный межпартийный диалог Партии стран, которые являются парламентскими в БРИКС Причем, сами понимаете, ездить далеко друг к другу Иногда надо обмениваться мнениями быстро Вот мы в рамках недавней встречи, которая происходила на территории ЮАР межпартийной Сделали следующим образом Я выступал, у нас был съезд Мне нельзя было туда по времени просто успеть приехать Все-таки наш съезд для меня был первичным И я через интернет обратился к участникам И высказал нашу позицию, дал наши предложения А сейчас мы, как раз Россия, инициатор проведения вообще первой интернет-БРИКС Такой конференции Может быть, даже платформа у нас когда-нибудь появится Цифровая для такого рода взаимодействия Что резко упростит вот эти связи А это очень важно, потому что в конечном счете Партии парламентского большинства Они во многом определяют позиции стран И они очень хорошо дополняют то, что делают наши лидеры Ну, последний вопрос В 2020 году у нас Челябинск будет принимать очередной саммит Да, стран БРИКС Что мы ожидаем вообще от этого саммита Какие будут, может быть, важные решения приняты Вы знаете, сегодня уже действительно идет не только подготовка самого Челябинска К принятию такого ответственного мероприятия Но и наши дипломаты, специалисты наших ведомств Они, заглядывая вперед, смотрят на то, что сделано, допустим, в рамках председательства ЮАР Что будет сделано в рамках председательства Бразилии А там не все просто, там сменился президент страны Хотя в парламенте большинство по-прежнему У тех, кто начинал БРИКС, но все-таки глава государства другой Надо посмотреть, как там дела пойдут И у нас есть собственная повестка Вот собственную повестку мы никому не хотим навязывать Но предлагать собственную повестку просто необходимо Поэтому идет процесс предварительных переговоров И к моменту, когда мы официально примем председательство Мы также будем готовы представить нашу программу на это председательство в полном объеме Мы знаем, как это делать У нас есть что сказать, есть что показать, есть что предложить Я уверен, мы с этим справимся Спасибо, Андрей Аркадьевич Спасибо вам Продолжение следует... Продолжение следует...